Этот дом признан объектом культурного наследия регионального значения. Это единственное сохранившееся здание с парабетонным отоплением. Здесь его впервые применил изобретатель, сам владелец доходного дома Вячеслав Ехимович. После революции в помещениях построили множество перегородок. И с тех пор на советской 3-5 расположились коммунальные квартиры. Эта трещина идет от первого этажа и до чердака. Число 21, 01, 10. Аварийным дом признали уже в 21 веке. Более ста лет здание не ремонтировалось. В августе 17-го года всех жильцов расселили. Закрыли входы и выходы. Объект законсервировали до дальнейшей реконструкции. Но, как видно, замками здесь никого не удивить. Сейчас в помещениях открыты почти все двери. А вот это самая уникальная система отопления. Авторская разработка инженера Ехимовича. По этим трубкам внутри пол, стены, потолка шел пар, благодаря чему дом и сохранял свое тепло. Раньше здесь были уникальные в историческом плане всевозможные заслонки. Но сейчас их уже здесь не осталось. И судя по тому, что забрали только те детали, которые выполнены из цветного металла, орудовали здесь отнюдь не любители старины. Недавно этот памятник архитектуры был принят в областную собственность. По планам чиновников его должны передать государственному агентству ипотечного кредитования. Ведомство вложит миллионы в реконструкцию дома с креатидами. Я так понимаю, у нас один из героев этого сюжета, Алексей Голицын, где-то в зале, который неравнодушный, саратовский гражданин. Можно узнать, да, что там происходит? Здравствуйте, Захар. Алексей Голицын, город Саратов. Дело в том, что то, что мы сейчас видели в сюжете, это проходное явление. Это система для нашего города, где состояние всех почти памятников культуры находится вот в таком катастрофическом состоянии. Причина, мне кажется, содержится в том, что нет у нас в регионе ни одной силы, которой было бы выгодно сохранение памятников культуры и архитектуры. Властям это невыгодно, потому что это бельмо на глазу, они никому не нужны, эти памятники, они не получают в случае реконструкции никаких дивидендов с них. Бизнесу это невыгодно, потому что вложения не окупятся в ближайшее время. Гражданам, которые населяют вот эти полукоммунальные какие-то старые разрушающиеся особняки, это тоже невыгодно, потому что никто их не ремонтирует, они мечтают оттуда съехать. Там начинаются ситуации в Воронье и Слободке, когда все эти памятники поджигают. Я думаю, что ситуация эта не только в Саратове, но и в большинстве крупных городов, по крайней мере, центральной России. И у меня просьба к вам, Владимир Владимирович. Возможно ли принять либо пакет законов, либо какую-то государственную программу, которая делала бы выгодным, во-первых, восстановление, а во-вторых, поддержание в приличном состоянии подобных памятников культуры и архитектуры, потому что совершенно очевидно, что региональные власти, муниципальные власти с этим не справляются. Спасибо. Вы знаете, этим вопросом мы занимаемся давно, можно сказать, постоянно. И это памятник регионального, да? Регионального значения. Я понял, памятник регионального значения. Вот у нас несколько лет назад, но уже достаточно много прошло, шёл большой спор о том, что делать с памятниками культуры в целом. Очень много было на балансе федеральных органов власти. И тогда руководители регионов Российской Федерации убедили нас в том, что значительную часть этих объектов нужно передать на региональный уровень. Мы так и сделали. Вот наверняка и то, о чём Вы говорите, тоже когда-то числилось за федерацией, а потом было передано на региональный уровень. Скорее всего, хотя я точно наверняка не знаю, там нужно смотреть индивидуально по каждому объекту, но очень многим объектам подобного рода в стране были приняты именно такие решения. Но я, знаете, согласен с Вами в том, что нужно вернуться к вопросу о правилах использования. Очень ужесточены правила использования таких объектов, очень жёсткие правила по порядку их восстановления. И всё это в значительной степени, я не хочу сейчас никого критиковать, сделано было с подачи различных общественных организаций и специалистов, которые утверждают, что эти памятники, ну, утверждают это условно говоря, но, тем не менее, по их предложениям были сформулированы такие жёсткие требования, которые в значительной степени сделали неэффективным правило их восстановления и использования. Я думаю, что в контакте с теми людьми, которые посвящают этому значительную часть своей жизни и действительно являются специалистами, заботятся о их сохранении этих объектов, нужно провести ревизию того, что происходит реально в этой сфере и принять более сбалансированные решения, которые позволяли бы и делали более эффективным восстановление этих объектов и их дальнейшее использование, не нарушая, конечно, того, что привело бы в ходе эксплуатации к их фактической ликвидации, потому что можно довести до такого состояния, о котором вы сейчас нам рассказали, ничего не делая, а можно довести до такого же состояния в ходе эксплуатации. Поэтому здесь нужно провести дополнительную ревизию, и, конечно, ситуацию надо менять. Вот здесь я с вами не могла не согласиться, потому что практика жизни показывает, что всё, что сформулировано, до сих пор не работает. Можно создать и дополнительные контрольные надзорные органы в этой сфере, приподняв уровень этих контрольных органов до уровня федерации, то есть оставить их в собственности регионов, но контроль перенести на федеральный уровень. Так тоже можно поступить. Давайте подумаем. Спасибо, что обратили на это внимание. Точно совершенно изменения здесь нужны. Согласен с вами полностью. И вы правы. Речь идёт не только о вашем городе, речь идёт и о других регионах Российской Федерации. Я это знаю по многим крупным городам, где такая проблема стоит достаточно остро.